Сказать что-нибудь, прокомментировать как-то ее фотку, дождаться ответа, когда она тебе ответит на это. То есть, закинуть какую-то интригу, не связанную с тем, что давай встречаться, не связанную с тем, что ты хочешь с ней общаться и так далее. Просто ненавязчивое общение. Такое ненавязчивое общение должно продолжаться какое-то время. То есть, перекидываешься сообщениями, что-то прикольное отправить ей. Это очень важно. Многие люди не понимают этого, не знают этого, не обращают на это вообще никакого внимания. А это действительно очень важно. Почему? Потому что девочка начинает чувствовать, что ты как бы входишь, немножко влазишь в ее круг, и уже ей не так страшно с тобой встречаться. И в принципе она понимает, у нее уже формируется за счет этой переписки какое-то доверие к тебе, какая-то заинтересованность по отношению к тебе. И тогда ей гораздо проще с тобой встретиться, тогда ей гораздо проще тебе довериться, с тобой куда-то сходить и так далее. И ты можешь ее прощупывать за счет такой переписки. Ну и соответственно вот эта вот вещь приходит с опытом. И потом у тебя появляется следующий этап. Это у тебя много свиданий. Ты встречаешься, они тебе уже там доверяют, у тебя там много с ними свиданий, но у тебя может, значит, будет такая проблема, что низкая эффективность по сексу. И потом, значит, ты прокачиваешь этап сближения, да. Это телеска, этап сближения. Дальше у тебя этап сближения начинает прокачивать. То есть фишка вот тренировки именно соблазнения в том, что все этапы прокачиваются постепенно. Пока ты не прокачаешь этап знакомства и не будет хорошей эффективности знакомства, там, телефонов, то приступать к этапу свидания рано еще, потому что тебе не с кем будет встречаться. Это логично, да. Пока тебе не с кем встречаться, прокачивать этап сближения тоже рано, потому что, ну, как бы, а с кем, да. Ну и дальше будет этап, когда у тебя, значит, любого человека накрывает, да, и, значит, он начинает заниматься сексом много, с разными девочками, там, сносит ему крышу. Потому что уже натренировался настолько, настолько понял, как стягивать к себе женщин, да. Ну и огромное количество женщин ложится к себе в кроватку, вот. Ты становишься мастером соблазнения, научаешься их раскручивать, научаешься, там, влюблять их, укладывать их с высокой эффективностью и кайфуешь, вот. Ну и дальше идет, дальше идет, слышу прямо абзац из книги ЖБТ, который услышал много раз. Да, я говорю, что я где-то это писал. Мне кажется, что я где-то это писал. Скорее всего, наверное, это может быть как раз и в ЖБТ. Дальше идет следующий этап, дальше ты начинаешь хотеть большего, то есть ты начинаешь понимать, что да, они занимаются с тобой сексом, но как-то, что-то, как-то чего-то не хватает. Хочется, чтобы они просто молились на тебя, хочется, чтобы они втрескивались в тебя безумно. Да, хочется, чтобы они энергию тебе давали, чтобы они влюбленные были в тебя. Тогда ты начинаешь другие этапы делать, ты начинаешь учиться, как подсаживать на себя, строить гаремы, ну и так далее, там подобное. Ну и дальше идет, идут другие книги, дальше идет новая жизнь без тресов, дальше.